Смарт-часы со стандартным прочности MIL-STD810G и водонепроницаемостью класса 3 атмосфера и IP69K, большим AMOLED-дисплеем с технологией Always-On Display, яркостью до 1000 нит, постоянным измерением пульса, измерением кислорода в крови, мониторингом сна, функцией Bluetooth-звонков, поддержкой более 150 видов тренировок, временем автономной работы до 30 дней в режиме экономии заряда батареи и 14 дней в типичном режиме использования. А также в рекламе можно прочесть, как стильно выглядит данная модель, из каких качественных материалов она выполнена, как же на самом деле дела обстоят от Zeb Lace Wipe 7 Pro, я вам сейчас расскажу. Распаковка. Поставляется данная модель в приятно оформленной упаковке в темных тонах, на упаковке есть название, изображение и краткие характеристики смарт-часов. Упаковка выполнена из плотного картона, пришла она слегка помятая, запаха химии нет, что хорошо. В комплекте мы имеем сами смарт-часы, силиконовый ремешок, магнитное зарядное устройство с двумя пинами и инструкцию по эксплуатации. Смарт-часы вместе с ремешком весят 76 граммов, габариты составляют 51 на 57 на 14,3 миллиметра. Ширина ремешка стандартная 22 миллиметра. 7 обзоров в неделю выгружаю, минимум ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 7 серии, за лайк, подписку, комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на этот канал, на лайв-канал, на лайв-канале много всего интересного, с примерами съемок различных девайсов и распаковок тоже. Не забудьте подписаться на телегу скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал, где мы обсуждаем устройство до, после обзоров, во время или вместо обзоров, потому что на что-то я обзоры так и не делаю. Перейдем же к часам. Приобрести The Blaze Vibe 7 Pro можно в черной и серебристой расцветке. Дизайн устройства с уклоном в спорт. Корпусы безель выполнены из цинкового сплава, как и кнопки, а остальные части матовый пластик. Материалы хорошие, внешние и на ощупь они кажутся прочными, но при этом и увесистыми, разумеется. Ремешок быстросъемный, выполнен из силикона застежкой из нержавеющей стали. Качество ремешка не лучшее, так как он собирает пыль, что и требовалось доказать, где-то-то они должны были. Не очень хорошо что-то сделать, правда? Охват запястья от 150 до 205 миллиметров на руке смарт-часы выглядят хорошо, но по большей части только на мужской, на женской, разумеется, они слишком большие. При носке они слегка ощущаются, но к ним можно привыкнуть. Запястье под ремешком потеет, но ремешок не натирает. Спать в Vibe 7 Pro не сказать, что невозможно, но не так комфортно, как с более легкими смарт-часами. На корпусе расположили два контакта для зарядки, микрофон, динамик и датчики мониторинга здоровья. Такие как датчик измерения пульса, датчик насыщения крови кислородом, пульс OX и акселерометр. Пульс измеряется как в ручном режиме, так и в автоматическом, но по расписанию. СПО2 измеряется только вручную, далее есть мониторинг сна с записями, фас на дыхательные тренировки, отслеживание активности, женское здоровье, напоминание об активности и необходимости попить воды. Мониторинг уровня стресса отсутствует, пульс у воздуха смарт-часы пару раз считывали, что очень плохо, а вот кислород в крови у воздуха не считывали. На руке результаты измерения пульса СПО2 точными однозначно не назовешь, да и работа данного функционала не столь корректная, как хотелось бы, зато выглядят классно, правда? Сон мониторят неплохо, во всяком случае отход ко сну и пробуждение фиксируется правильно, и это уже половина успеха. Далее есть две физические кнопки, которые имеют практически незаметное обозначение на безеле, нажимаются они хорошо с характерным щелчком. Верхняя кнопка выполняет функцию включения-выключения экрана, а также переход в меню и возврат к главному экрану. Зажатием можно вызвать голосового помощника, который работает в паре с голосовым помощником на смартфоне. Нижняя кнопка питания предназначена для выключения экрана, что слегка странно, так как я ожидал, что она будет предназначена для перехода к тренировкам. А так, с помощью нее можно выключить и перезагрузить устройство, переназначить команды нельзя. Летим дальше. Оснащены смарт-часы Ultra HD AMOLED дисплеем с разрешением 466 на 466 пикселей на 1,43 дюйма и стеклом Corning Gorilla Glass. Плотность пикселя отличная, 391 ppi, экран имеет небольшие рамки, скроллинг не совсем плавный, но перемещаться по интерфейсу часов удобно, анимации по минимуму, и у меня пару раз зависала система при этом. Яркость до 1000 нит, автояркости на борту нет. Яркость регулируется пятиступенчатой системой, в солнечный день яркости более чем достаточно, Always On Display на борту, он имеет два стандартных стиля отображения. Работает АОТ постоянно и выглядит хорошо. Время до отключения экрана максимум 30 секунд, что стандартно. Интерфейс доступен на русском языке, шрифт неплохой, как и перевод, скажем так, встречал куда хуже. Поднятие запястья для активации экрана срабатывает быстро, но не всегда. Приходится сильно поворачивать запястье. Функции для включения экрана тапом нет, как и функции для выключения экрана накрытием ладонью. Далее, с главного экрана по свайпам сверху вниз интересно оформленная панель быстрого доступа, в которой есть режим не беспокоить, режим энергосбережения, регулировка яркости, фонарик и не только. Снизу вверх стандартно уведомление, свайп справа налево, виджеты, которые можно слегка персонализировать под себя, слева направо, меню. Меню небольшое, в нем есть набор номера, контакты, которые можно добавить через приложение, журнал вызовов, голосовой помощник, активность тренировки, записи тренировок, измерение пульса, SPO2, мониторинг сна, уведомления, погода без подробной информации, женское здоровье, музыкальный плеер для переключения треков, воспроизведенных на смартфоне, на часы их, разумеется, залить нельзя, а также для регулировки громкости музыки и использования смарт-часов как Bluetooth динамик. Далее есть дыхательные тренировки, секундомер и таймер, который не работает в фоновом режиме. Вот такое вот отсутствие мультизадачности. Будильник, который нужно устанавливать через приложение и поиск смартфона. Вот с будильником прям фейл. Удаленная съемка на борту, но она работает только через официальное приложение. Тоже неудобно. В настройках, кроме уже вышеперечисленного, можно выбрать стиль меню, а на выбор три стиля у нас. Также можно настроить силу вибрации, вибромоторчик хоть и топорный, но точно сможет разбудить. Bluetooth здесь, к слову, версии 5.1. Напоминаю, что есть уже 5.4, но в устройствах пока максимум ставят 5.3. Но, учитывая стоимость, 5.1 уже хорошо. Подключить наушники или нагрудный датчик, разумеется, сюда нельзя. Смарт-часы к Wi-Fi тоже не подключаются. Спортивных режимов на борту более 150 видов. Отслеживание плавания нужно добавлять через приложение, как и многие другие виды. Встроенного GPS нет, да и в целом настроек для тренировок мало. Даже пользоваться плеером для переключения треков, воспроизведенных на смартфоне, нельзя. Шаги считывают с небольшой погрежностью. Автоматическое определение активности также не завезли. Звонить часов, как вы уже поняли, можно, так как есть поддержка функции Bluetooth звонков. Заготовок для быстрых ответов на звонки или уведомления нет. Микрофон отрабатывает неплохо, для коротких разговоров в целом его хватает, но не больше. Динамик не особо громкий, качество звука соответствующее. Уведомления в основном приходят моментально, но иногда уведомления могут долго не отображаться на смарт-часах. Смайлики не отображаются, а вот иконки приложений отображаются. Уведомления можно только посмотреть и удалить. Емкость аккумулятора отличная, 400 мАч, полный цикл зарядки занимает в среднем 1 час 50 минут. Время автономной работы в интенсивном сценарии использования с включенным Always-On-дисплеем – двое суток, а без него не больше шести суток. В целом результат хороший. The Blaze Wipe 7 Pro имеют класс водонепроницаемости 3 атмосферы и IP69K. Могли бы дотянуть и до 5 атмосфер, правда? А также стандарт прочности Mil-STD 810G. Плавать вместе с ними можно, но вот ходить в баню или плавать в соленой воде я бы однозначно не советовал. Конечно, может быть, и вам за эти деньги не жалко этого устройства, но все равно. Лучше, чтобы оно было живое, правда? В моем случае они за время тестирования никак не пострадали от воды, а также, для примера, я окунул их в воду на 30 секунд. Все живое. Летим дальше. The Blaze Wipe 7 Pro работает в паре с приложением Fit Cloud Pro. На главном экране в приложении мы имеем три вкладки. На первой вкладке отображается весь мониторинг вашего здоровья, вторая вкладка настройки устройства, и последняя – это профиль. Есть поддержка синхронизации результатов с Google Fit. На главной странице с часами мы имеем заряд аккумулятор не в процентах, магазин с циферблатами, их там не особо много, и выбрать, как по мне, мало что можно. Но хорошо, что есть возможность установить любую фотографию на заставку. Помимо перечисленного выше, также есть поиск смарт-часов и обновление прошивки. Но мне с момента покупки обновления еще не приходили. Приложение работает не совсем корректно. Иногда циферблаты не добавить, иногда тренировку не запустить, ну вы понимаете, и не факт, что допилят. Минусы – нет заготовок для быстрого ответа на уведомления или звонки, нет автояркости, местами некорректный мониторинг здоровья, нет настроек для тренировок, нельзя пользоваться плеером во время тренировки, нельзя переназначить команды для кнопок, нельзя переходить к тренировкам через кнопку, нельзя установить будильник со смарт-часов, нет мультизадачности хотя бы для таймера, нет автоматического определения активности, как у некоторых браслетов, которые в два раза дешевле. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, и она всегда приятно радует, потому что по большому счету большинство людей покупают такие устройства за внешность, а не за функционал. Если мы говорим о функционале, разумеется, повторяюсь, посмотрите на Xiaomi Mi Band 7 или на Huawei Band 7, посмотрите обзоры и, скорее всего, приобретите для функционала их. Не забудьте подписаться на телегу скидок, взаимопомощь и мой личный телеграм-канал по ссылке в описании, и, разумеется, поставить лайк этому ролику, нажать колокольчик и написать в комментах, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. Всем, кто оставит комментарий больше пяти слов, знайте, вы помогаете проекту, огромное спасибо. Делать ли обзоры про подобный дешман, пишите в комментах, потому что The Blaze это один из брендов, которые я постоянно скупаю пачками, учитывая их стоимость, рассказываю, и если вам интересно, я буду продолжать это делать, ну и не только этого бренда. Резюмирую. Умные часы The Blaze Vibe 7 Pro, хорошие смарт-часы из качественных и прочных материалов. Ко всему они выглядят, честно говоря, хорошо. Плюс за функцию Bluetooth-звонков, отличный AMOLED-экран с технологией Always On Display и хорошим классом защиты. Но по функциям ничего сверхъестественного нет, только база. От меня, все-таки, учитывая, сколько я потратил девайсу, да. Еще раз огромное спасибо за просмотр, добра и удачи вам, дорогие друзья.